Свои киды дорогие, сегодня в этом видеоролике хочу показать вам, как живут простые люди в Литве. Для этого мы прогуляемся по Кауносу, я вам немножко покажу новостройки, также покажу старые дома после реновации, и мы еще зайдем с вами в парк и посмотрим, в каком состоянии парки в Литве. Вот такие есть дома новостройки. В Литве, кстати, не строят муравейники с большим количеством этажей. Между домами новенькая брусчаточка, немножко зелени, очень здесь уютно и красиво. Помимо старых домов в городе много и вот таких красивых новостроек. Здесь зеленая зона с детскими площадками. Здесь внутри дома очень комфортно, не шумно, тихо и спокойно, и много здесь зелени. И в новых домах очень всегда хорошая вокруг территория, и много мест для парковок. Вот такие вот есть новостройки. Здесь уже побольше этажей, а здесь уже танхаусы. Есть вот такие еще новые дома. И здесь уже предусмотрены места для парковок, и здесь их очень много. И даже на нулевом этаже сделаны гаражи. Дворы со шлагбаумом. Просто так посторонний человек во двор не заедет. Также вот такие есть новостройки в Каунасе. Этот дом уже с подземным паркингом. На первых этажах здесь будет терраса. И эта терраса будет с видом вот на такие деревья, на такой небольшой сквер. Здесь есть вот такая прогулочная тропа среди деревьев. Хорошо вечером выйти прогуляться. В этом районе также есть и обновленные дома. Выглядят они уже намного свежее. Но между домами так и остались вот эти прикольные тропинки и большое количество высоких деревьев. Посмотрите, какая красота здесь возле подъезда. И здесь так много красивых цветов высадили. Также во дворах есть обновленные детские садики. В Литве есть программы по реновации старых домов. И многие жители этим активно пользуются. Показываю вам за домом территорию. Здесь деревья отделяют этот дом от шумной дороги. И здесь вот так все чисто, красиво и ухожено. И здесь тоже, посмотрите, нет бутылок. Алкаши здесь не собираются, не выпивают, не раскидывают все. Очень здесь все аккуратно и чисто. И вот так по тропинке мы можем выйти на улицу. И также по ней можно зайти во двор дома. С дороги вот такие вот заезды во дворы. Здесь очень даже хороший заезд, хороший асфальт. Конечно, не везде есть хорошие асфальты во дворах старых. Но это все постепенно меняется. Если люди заказывают себе реновацию, то и все вокруг тоже меняют на новое. Покажу вам с этой стороны, как выглядит этот дом обновленный, беленький, чистенький. И возле этих домов делают новую дорогу, новые тротуары. И, кстати, вот здесь находится парк. Предлагаю зайти в Дайновоз Паркас и прогуляться здесь. Читала в интернете о том, что этот парк был обновлен. В парке есть вот такая красивая скульптура. Дорожка и велосипедная есть, и для пешеходов. И, кстати, здесь очень в хорошем состоянии асфальт. Вижу здесь стенд с картой этого парка. И здесь, друзья, даже есть пруды. Мы сейчас до них дойдем и посмотрим, как они выглядят и в каком они состоянии. А вот здесь вы можете видеть стадион с хорошим новеньким покрытием. Можно сюда приходить и заниматься спортом. В этом парке много тропинок, много лавочек. И, конечно же, красивая природа. И, как вы можете видеть, уже наступает осень, и многие деревья уже желтого цвета. Хорошие лавочки, и вокруг лавочек нет мусора. Очень чисто в этом парке. Смотрите, какую картину я красивую вижу. Еще не отключили фонтаны. Сейчас мы подойдем и посмотрим вблизи его. Это как раз зона того самого пруда с фонтаном и с мостиком. Очень красивую здесь зону сделали. И этот водоем обложили вот так камешками. Все очень красиво и по-литовски. Здесь плавают уточки и очень много лавочек, чтобы сидеть и смотреть на этот пруд. Также еще есть вот такие вот сидения деревянные, чтобы пожилые люди могли приходить и играть здесь в шахматы, либо в шашки. Также есть вот такая еще зона под навесом. Летом можно от солнца спрятаться, а весной и осенью от дождей. И посмотрите, какие уже красивые пейзажи в Литве. Прям осенние. Для декора здесь насадили вот такие красивые кустарники и цветы. Также есть вот такие камыши. Но в общем мне это место очень понравилось. Здесь есть еще второй пруд. И эти пруды разделяет вот такой красивый мостик. И этот пруд, он тоже обложен камешками. Мне, кстати, нравится, когда в Литве вот так вот обкладывают камнями водоемы. Это очень красиво смотрится. И для природы это тоже хорошо, так как и камень, трава, вода. Все это естественно. И вот такой симпатичный мостик. Можно по нему пройтись и посмотреть на фонтан и также на пруд. Сейчас мы пройдем, поглядим, как отсюда все это выглядит. Классный парк. Уточки тоже наслаждаются в этом водоеме. И вот эта вот вся трава между тропинками, она вся скошена. И очень аккуратно все здесь смотрится. Здесь есть вот такая интересная скульптура. Кто знает смысл этой скульптуры, напишите в комментариях. Со стороны дороги возле этого парка есть надпись Литва. И она окрашена в цвет литовского флага. Я думаю, что надпись Литва вечером подсвечивается, так как я прочитала в интернете, что в этом парке были обновлены фонари и сделана подсветка. И здесь около деревьев есть прекрасная детская площадка. Площадка с безопасным детским покрытием. Здесь много разных качель и лазилок для детей. И мне нравятся вот такие тропы среди деревьев. В общем, здесь в этом парке можно спрятаться от городской суеты. Ну и конечно же в Литве не забывают про домашних питомцев. И в этом парке есть вот такая площадка для собак. Можно здесь приходить с собакой. Здесь, кстати, тоже траву всю покосили, чтобы собачка могла здесь бегать и ничего не нацеплять с травы. И здесь всякие лазилки для собак. Здесь также есть баскетбольная площадка. Еще здесь есть вот такой спортивный комплекс для разных упражнений. Можно заниматься физкультурой. Если честно, мне уже надоели в комментариях те люди, которые пишут, что где же люди, куда делись люди, нет людей в Литве. Я уже неоднократно говорила в своих видеороликах, что видео я снимаю днем в рабочее время, когда люди на работе, дети в школах и в детских садах. Также я не буду подходить к людям и снимать их, так как не знаю, нравится им это или нет, хотят ли они попасть в кадр. Такое ощущение, что у людей прям какая-то болезнь, страх, отсутствие людей. Если на выходных выехать в старый город, в Каунасе, то там очень огромное количество людей. Если пойти в какие-то супермаркеты, в магазины, в торговые центры, то тоже там можно встретить огромное количество людей. Люди заняты своими делами, люди работают, люди ходят по магазинам, закупаются. Поэтому, наверное, я просто буду банить тех людей, которые у меня под роликами постоянно пишут, где люди, где люди. Также еще хотела сказать, что менталитет у литовцев, он отличается. Здесь люди просто так не ходят и не гуляют туда-сюда без дела, без какого-то смысла. Также здесь очень много машин, у каждого человека практически здесь есть машина. И люди на машинах передвигаются и решают все свои дела. Вот такая здесь тоже интересная еще зона есть под деревьями. Это все для детей сделано. Всякие тут лазилки, всякие скамеечки. Сейчас мы поближе подойдем, разглядим. И здесь, кстати, напротив находится либо школа, либо детский сад. Точно не знаю, не подходила, не читала. И вот здесь, возле него, в этом парке, как раз всякие лазилки для детей. И, кстати, на этой детской площадке я слышу детские голоса. Они там в стороне играют, но я не буду подходить и снимать детей, так как в Литве запрещено это делать. Да и это глупо. Надеюсь, я подробно объяснила, где в Литве люди и почему не так много их видно у меня в видеороликах. Также здесь есть зона и с тренажерами. Хороший обновленный парк с большим количеством детских площадок и спортивных площадок. С большим количеством кустарников, цветов и деревьев. Для Литвы это обычные парки, обновленные, чистые и ухоженные. Также возле этого парка есть вот такая божнича. Она была построена в конце 20 века и стиль модерн. И территория возле божничей, как всегда, очень аккуратная, чистая и красивая. На этом у меня все. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Отдельное спасибо спонсорам моего канала и тем людям, которые мне донатят. Ну а мы с вами увидимся в новых видеороликах. Всем всего хорошего. Весогяро эке.